Амичей приглашают на бесплатную ярмарку. В ИСК Камеле Виктора Блинова открылся фри-маркет, где все желающие до 15 апреля смогут поделиться своими вещами и взять те, что привезли другие. При этом не обязательно что-то приносить самому, можно забрать любую понравившуюся вещь. Елизавета Василевич подробнее. Одежда, украшения, сувениры. Вещи, которые уже не нужны, а выбросить жалко, найдутся у каждого. Принести все это можно на фри-маркет, бесплатную ярмарку свободного обмена. Вы отдаете вещи, которыми хотите поделиться, и забираете то, что принесли другие. При этом никакого бартера или торговли. Наша идея основная, экологическая, уже так скажем, это осознанное потребление и вторичное использование. То есть вещи, которые не выбрасываются, именно вещи в хорошем состоянии, которые не выбрасываются, они находят твои руки, и человек счастлив. Делятся на бесплатной ярмарке и растениями, как комнатными, так и садовыми. Также на обмен можно принести семена, черенки или горшочки. Особенно популярен на фри-маркете «Букроссинг». Путешествие книг от одного читателя к другому. Конечно, это очень актуально. Во-первых, с нынешними кризисами это очень актуально. Для тех, как раз, кого чего-то не хватает. Во-вторых, ну это же просто интересно, и познакомиться, и мнением поменяться. Принесли Ницше, Гоффмана, сказки, и еще Брэдбери. Честно говоря, много там, я все не упомню. И цветочков, плющ и козерожки. Главное, чтобы вещи, которые вы принесете на бесплатную ярмарку, были полезными. Мы решили отдать ежедневник, а заберем отсюда книгу Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Сама концепция фри-маркетов получила широкое распространение в США в начале 2000-х. Таким образом, люди противопоставляли себя капиталистическому обществу, заявляя, что именно такой рынок можно считать свободным. Так бесплатные ярмарки стали появляться по всему миру, в том числе и в России. И сегодня фри-маркет – это в первую очередь площадка, где каждый может подарить незнакомцу хорошее настроение. Елизавета Васильевича, Александр Лысак. Новости здесь, Омск.